Ежегодно сотни вылеченных сердец, спасенных жизни в Ярославской области стало больше. Современная диагностика в здравоохранении позволяет выявить болезни на ранних стадиях, а значит увеличить шансы на скорейшую реабилитацию после хирургического вмешательства, а главное шансы на жизнь. Те, кто ежедневно стоят на страже здоровья сердца, выходные отметят профессиональный праздник. Мои коллеги решили их поздравить накануне. Алена Лисенкова на расстоянии вытянутой руки увидела, как больному сердцу дают еще один шанс. Даже когда мы отдыхаем или спим, здоровое сердце сокращается 60-70 раз в минуту. За сутки это 100 тысяч ударов. А теперь другая статистика. В мире сердечно-сосудистые заболевания – одна из ведущих причин смертности. Операция была по замене, по шантированию, замена сосуда. Операцию проводил Староверов Иван Николаевич. Но уже на пятые сутки лучше стало. Температура пала. Теперь уже лучше стало. Операцию Ильгаму проверили только в понедельник. Изменения уже ощутимы. А ведь еще буквально неделю назад мужчину мучила одышка. Дистанция в 200 метров превращалась в пытку. Обратился к кардиологу в своем родном городе. Результат – диагноз – ишемическая болезнь сердца. Или, проще говоря, прекращение снабжения сердечной мышцы кровью. Операцию провели в Ярославской больнице. Наша клиника делает ставку на операцию на работающем сердце. То есть сердце мы не подключаем, не останавливаем, не подключаем аппарат искусственного к обращению, а делаем максимально возможное шунтирование именно на работающем сердце. Это позволяет облегчить послеоперационный период для пациента. Во время операции артерию в сердце вживляют из ноги. Весь процесс длится три часа. После этого пациент ограничен в физических нагрузках, нельзя нервничать. А также три месяца нужно носить специальный корсет для того, чтобы место надреза быстрее и легче срасталось. В год таких операций в областной клинической больнице проводится более 300. Связано это с ранней диагностикой заболевания. Пациентами на операционном вставле являются люди с жемической болезнью сердца. Или с пороком главного органа человека. Пациенты разной возрастной категории – от 35. Причин заболеваний много. Повышенный холестерин, избыточный вес, стрессы, вредные привычки. В областной больнице рассказывают, сейчас операций на сердце стало больше. Современные технологии позволяют выявить болезнь на ранней стадии. В настоящий момент пациенту с шемической болезнью сердца выполняется коронарография. Это контрастное исследование сосудов сердца, при помощи которого выявляются проблемные места, пораженные бляшками. Ангиограф – аппарат многопрофильный, суженные, увеличенные или заблокированные артерии. Этот прибор увидит все. Ежегодно такие процедуры выполняют тысячам пациентов. И напоследок – простое правило. Врача-кардиолога каждому нужно посещать ежегодно, чтобы избежать осложнений в дальнейшем при возможных заболеваниях. Сердце, хоть и не имеет морщин, но быстро может износиться. Алена Лесенкова, Михаил Орлов. Новости города. Редактор субтитров А.Семкин